День народного единства Это праздник сплоченности многонационального народа России. В этот день в Самаре состоится крестный ход от Собора Покрова Божьей Матери. Он состоится сразу после литургии, которая начнется в 9.00. На набережной Волги пройдет традиционный забег в беге «Мы едины». Начало соревнования запланировано на 9 утра от бассейна ЦСКА. Ко дню народного единства приурочена и восьмая международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Проверить свои знания в области этнографии офлайн можно будет в Доме дружбы народов на Воронежской 9 и в Самарской областной универсальной научной библиотеке на проспекте Ленина, 14А. Будут организованы флешмобы и благотворительные акции в поддержку участников СВО и их семей. В преддверии 4 ноября стартовала акция «Россия. Единая семья». В рамках нее активисты собирают сувенирные наборы для семей мобилизованных, добровольцев и военных из других регионов. Праздничная программа состоится и в этнопарке «Дружбы народов». В субботу с 10 утра до 6 вечера будут проходить экскурсии в национальных подворьях и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. На них можно будет изготовить, например, чувашские бусы из ткани, русские валенки или башкирский стилизованный нагрудник. Участники в сопровождении мастера получат новые уникальные знания и навыки, а также собственными руками изготовят памятные сувениры. 4 ноября Самарская область присоединяется к ежегодной акции «Ночь искусств». Особые программы приготовили музеи, театры, галереи и библиотеки. Например, «Ночь искусств» в литературном музее носит название «Усадьба интерпретаций». Гости увидят музей глазами детей и взрослых, профессионалов и любителей, новичков и постоянных посетителей, молодых художников, волонтеров, реставраторов и многих других. Участники и модераторы проектов, которые весь год шли на усадьбе, подготовили эксклюзивные материалы. Состоятся творческие мастер-классы, лекции для родителей, экскурсии, встречи литературного клуба и целых два концерта. В библиотеке имени Надежды Крупской в этот вечер также ждут гостей, и программа будет очень насыщенной. В нее вошли лекции «Крымские прогулки с Константином Паустовским. Литература, живопись, фотография». От заведующей Домом-музеем Константина Паустовского в городе Старый Крым Ирина Катюк. Литературно-музыкальная программа «Любимая музыка кино» с участием солистки Самарского академического театра оперы и балеты имени Шостаковича Натальи Бондаревой. Мастер-класс по Бачате, концертная программа «Единство – это про Россию» с участием творческих коллективов Самарского государственного института культуры. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова